Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше занятие в рамках цикла по теории эволюции. В прошлый раз мы с вами говорили о глобальных определениях, о макроэволюции и эволюции экосистем. И сейчас продолжим эту тему и поговорим про историю развития жизни на Земле. Что мы знаем о возрасте нашей планеты и с какими инструментами мы можем работать? Есть геохронологическая или стратеграфическая шкала. Она охватывает всю историю отложения, начиная от формирования Земли. То есть 4,5 миллиарда лет назад до настоящего времени. Она вся разделена на отрезки помельче, покрупнее. Самые крупные эры, эоны, помельче эры. И вот внутри периодов, например, мы берем юрский период. Мы его тоже делим на три кусочка. Нижний, средний, верхний. И внутри вот эта шкала все мельче и мельче дробится на более мелкие временные промежутки. Это такой универсальный инструмент, как я вам уже говорила, которым пользуются геологи, палеонтологи во всем мире. Вот эта вот расцветка, это ключик к геологическим, стратеграфическим картам. Сейчас я вам покажу, как пользоваться этим ключом. И зная, какие породы выходят у нас на поверхность, посмотрев по шкале, какой там цвет, мы можем определить, какого времени там породы. Вот. И чтобы понимать, палеонтологи работают с двумя понятиями времени. У нас есть относительно геологический возраст, который определяется вот по ископаемым именно, ну, например, там мы говорим, это там динозавр начала юрского периода. И у палеонтологов картинка в голове примерно рисуется, что было в это время, там какой был климат и так далее. Вот. Но это возраст относительный, то есть там не будет такого, что там столько-то миллионов лет, столько-то тысяч назад. Это будет возраст примерный. Ну, а как, например, если там я у вас спрошу, что происходило во времена Петра Первого. В среднем мы все вспомним из школьной программы, что происходило, хотя вот это вот время правления от до нам помнить не обязательно. Вот это вот такая вот метафора, как мы работаем с относительным геологическим возрастом. Но есть и абсолютно геологический возраст, это другая история. Он более точный, он может быть вплоть до тысячи, до сотен лет. Вот. И определяется с помощью радиозатопного анализа и более точных методов. Мы с вами будем говорить про относительный возраст. Итак, вот у нас есть шкала. И мы с этой шкалой смотрим, значит, региональную геологическую карту, ну, например, Москвы и Московской области. И здесь мы с вами видим то, что на поверхности больше всего у нас вот вся Москва и область, она располагается на синем, то, что обозначено, это юрские породы. Дальше зелененькая, это порода мелового периода. И вот желтенький, это неоген. Вот это коричневое, это карбонный или каменно-угольный период. То есть мы с вами знаем, на каких породах находится Москва. Если мы сделаем, значит, разрез такой вот как тортик, то мы тоже увидим, видите, на каких породах Москва залегает. Вот русская плита самая большая, и здесь у нас дальше накапливаются отложения разных периодов. Вот. Вот такие вот исследования, такие карты, они у нас получаются благодаря скважинам. То есть изучать мы можем только то, что выходит на поверхность. Итак, пробежимся по важнейшим событиям на Земле, когда зародилась жизнь. Жизнь у нас зародилась по последним оценкам, и за последние десятилетия этот возраст жизни, он все более удревняется. По последним оценкам это 3,7 миллиарда лет назад. То есть почти сразу после образования Земли, то есть довольно рано. Земля у нас, возраст Земли, это 4,5 миллиарда лет ей. Вот. И то есть мы видим, когда Земля еще была молодой, когда она остывала, уже тогда были какие-то вот у нас есть отложения, которые сформировались в воде, и достоверные следы жизни. Про зарождение жизни мы с вами говорить не будем в рамках этой лекции. Вот. Только стоит упомянуть то, что старое из школьных учебников понятие о первичном океане, оно сейчас уже не рассматривается. Сейчас претенденты на колыбель жизни это другие места, например, гидротермальные источники, которые и сейчас у нас существуют на дне океанов. Называются там черные и белые курильщики. Вот. Какие-то мелкие озера. И этому вопросу посвящена очень хорошая книга Михаила Никитина, которая так и называется «Происхождение жизни». Поэтому всех интересующихся я направляю туда. Чтобы понять, с какими временными промежутками работают палеонтологи, давайте с вами вот эта очень хорошая метафора представим вот всю, весь возраст Земли как 12 часов, как циферблат. И на этом циферблате мы с вами видим то, что большую часть времени жизнь была микробной. Вот. То же самое, если мы посмотрим на шкалу. Вот здесь вот промежуток, который занимал почти 4 миллиарда лет, это микробная жизнь. Вот все, чем, ну, большая часть, чем работают палеонтологи, это называется фанерозой, эон явной жизни. Вот. Она у нас более дробная, более подробная, но по масштабу времени здесь примерно, ну, там, чуть больше, чем полмиллиарда. А здесь у нас 4 миллиарда, в несколько раз больше. И вот на этом циферблате, если мы посмотрим, то вот здесь вот у нас появились первые следы растений, ну, в 10-13. Вот. Динозавры появились в 11-23, то есть по планетарным масштабам тоже относительно недавно. Что же касается истории человека со всеми нашими пирамидами, воинами и прочим, вся история вида Homo sapiens занимает вот на этом циферблате всего доли секунды. Вот видите, когда мы возникли в 11 часов 59 минут 58 миллисекунд, то есть секунд, то есть, прошу прощения. То есть мы совсем молодой вид. Так что же было на протяжении всего вот этого огромного куска времени? Начало Земли, значит, у нас отмечается катархеем или гадейский ион, еще его называют. Вот. Тогда у нас возникла Луна примерно 4,5 миллиарда лет назад. Вот такая вот возникла она из-за столкновения с каким-то, ну, это одна из гипотез возникновения Луны, с космическим телом, которое по размерам сопоставимо с Марсом. И оно, значит, врезалось в Землю, огромные куски породы были из-за этого удара, значит, они взлетели ввысь и сформировались. Вот видите, здесь формируется наш спутник. И примерно в это время, вот после удара меняется наклон земной оси, и примерно в это время, значит, начинается процесс образования вод. И время, конечно, для жизни было не самое благополучное. Потом, когда Земля, то есть молодая Земля, она была более разогретая, и плюс наша Солнечная система была более опасным местом, потому что больше космических тел там в ней было. Вот видите, планета врезалась. Вот. Солнце еще не разгорелось в полную силу, поэтому вот оно было огромным и красным, то есть доступ к Солнечному свету был другим, радиация была другой. Вот. Потом, когда наша планета немножечко остыла, и наступает вот этот промежуточник, который называется Архей, до Кембрий, который занимал, ну вот такой вот, видите, значительный промежуток, несколько миллиардов лет. И состав атмосферы тогда был абсолютно другой, кислорода тогда было очень мало в свободном виде. Луна вращается вокруг Земли с большей скоростью, чем сейчас. Вот. То есть Солнце холоднее, и оно светит тусклым красным светом. Плюс у нас нету защитной шапочки в виде нашего озонового слоя, который сейчас у нас защищает от бомбардировки космических тел. Поэтому вот тогда на Землю попадали, ну в общем, большое количество каких-то вот астероидов, метеоритов. Вот. И состав морских вод был совершенно иной, они были более соленые, более кислые. И в то время, вот нам очень сложно представить, но тогда не было ни почв, ни рек, потому что почва, значит, она формируется в результате жизнедеятельности каких-то организмов. Здесь у нас масштаб организмов был немножечко другой, но много важного там происходило тоже. Изучение ранних этапов эволюции жизни, оно сложное, потому что пород этого возраста древнего такого, их не так много, потому что у нас есть всего вот две таких точки, где встречаются самые древние породы. Это формация, так, Нувуагитук в Канаде, вот возраст примерно 3,8-4,3 миллиарда лет назад. Вот. Там провели геохимический анализ. Вот эти породы такого зеленого цвета. И, значит, и по, значит, геохимии можно сказать, то, что вот эти породы уже сформировались в воде, то есть какой-то океан первичный уже тогда был, ну там 4,5 миллиарда лет назад. И оттуда же описаны самые древние следы жизни. И еще одна такая точка древней истории нашей планеты, это зеленокаменный пояс в формации Исуа, который находится в Гренландии. И эти породы чуть-чуть помоложе, 3,7-3,8 миллиарда лет назад. И там тоже есть маркеры, которые означают присутствие воды и какие-то присутствия жизни. В протерозой, который начался 2,5 миллиарда лет назад, жизнь у нас была в основном прокариотная. И при том очень важно понимать то, что обычно у нас геология, биология, она немножечко отдельно воспринимается, но история нашей Земли, она тесно связана именно с биосферой, с жизнедеятельностью живых организмов. И вот в протерозое у нас биомасса железобактерий была настолько велика, и за счет того, что было много железа в свободном виде в морских водах, они занимались связыванием этого железа, и за счет их жизнедеятельности сформировались залежи металлов, такие огромные, как, например, Курская магнитная аномалия. У нее площадь более 160 тысяч квадратных километров. Это был мир такой хемосинтетический. И современные железобактерии нам тоже известны. И в протерозое постепенно, значит, вот, то есть прокариотная жизнь влияет на геологию нашей планеты, очень-очень все это постепенно, то есть, видите, миллиарды лет это происходит. Вот, здесь у нас встречаются находки ископаемых, значит, строматолитов. Вот, это цианобактериальные маты, это, то есть, сообщество таких прокариот, которые живут, формируют такие вот пленочки, наросты. Строматолиты есть и сейчас. Вот, они похожи на такие склизкие камни, живут в таком теплом мелководье, например, в современной Австралии. Вот, если мы посмотрим на ископаемого строматолита, он будет похож на такую вот плиточку со всякими слоями. Вот, и наша планета тогда выглядела примерно вот так. Вот, и в это время происходит кислородная революция, когда у нас, то есть, до этого у нас жизнь была прокариотная, хемосинтетическая, но затем, ну, была какая-то тоненькая прослойка фотосинтетиков, это те, кто получают энергию за счет солнечного света. Вот, и вот эти, значит, фотосинтетики, они начинают свою бурную жизнедеятельность, что постепенно меняет состав нашей атмосферы. Вот здесь у нас наступает скучный миллиард, когда ничего такого, ну, какого-то прорывного, ну, имею в виду, в плане истории жизни не происходит. Вот, и климат теплый, стабильный, жизнь вся прокариотная. Вот, но кислородная революция, она привела к тому, что вот этот хемосинтетический мир, он очень сильно пострадал, то есть, это можно считать первым массовым вымиранием, вот о чем мы с вами говорили в прошлый раз. И вот примерно вот в это время у нас возникают первые эокариоты, то есть, организмы, у которых есть ядро. Кислородная революция, ее синоним также кислородная катастрофа, потому что, видите, для кого-то революция, а хемосинтетический мир никогда не стал прежним. Вот, из-за этого у нас меняется, напоминаю, состав атмосферы, начинается серия оледенений. Вот, начинается один из самых страшных, один из самых таких холодных и продолжительных ледниковых периодов за всю историю Земли. Это Гуронское оледенение. Там, по некоторым данным, выделяют несколько этапов его. Вот, и у нас снижается парниковый эффект, Земля остывает, покрывается ледниками. Вот, когда ледник с континента ползет, значит, вперед, он с собой тащит много разного обломочного материала, и мы вот эти вот всякие, видите, следы прошлых ледников, которые падают в отложения, потом можем, значит, узнать. Вот, и плюс еще, почему тогда такое страшное было оледенение, потому что Солнце еще не разогрелось, напоминаю. И, ну, потом Земля немножечко оттаивает, но наступает 850 миллионов лет назад, мы уже приближаемся постепенно к фонарозою, наступает криогений. Это период, в котором также произошло оледенение. Существует также гипотеза, которая называется «Земля-снежок». Вот, вот этот ледниковый период, по некоторым оценкам, был такой страшный, что Земля была закована ледником с полюса до полюса. Но, скорее всего, конечно, вот такая картинка, это очень экстремально, и все равно, ну, вот как бы на экваторе температура была немножечко выше, и, скорее всего, там был какой-то открытый пояс воды. Вот, но то, что оледенение было глобальным, это точно, потому что опять мы с вами встречаем вот эти вот валунники различные, вот то, что нанесло ледником в отложения, и это было установлено также по изучению соотношения изотопов углерода. Вот, то есть здесь мы вот на этом этапе. И после того, как Земля оттаяла, у нас наступает венский период, или его еще называют идиокарский, можно и так, и так. Венский более распространено в отечественной литературе, идиокарский – англоязычный. Вот, и во времена Дарвина все вот эти вот породы, огромные толщи, которые были младше кембрийского периода, они считались пустыми и безжизненными. Вот, это был один из аргументов креационистов, почему вот в кембрийском периоде у нас резко всего и много, а до этого у нас тишина, тишь и гладь. Вот, но Дарвин сделал правильное предсказание, что, видимо, мы еще пока не нашли какие-то вот, ну, следы жизни того времени, и он оказался прав. Во-первых, мы с вами видим то, что прокариотная жизнь была очень древняя, вот, там, более трех миллиардов лет назад она уже была, а сложная многоклеточная жизнь. Ну, вот, в венском периоде у нас встречаются следы ползания каких-то организмов, вот, и почему она была неизвестна раньше, просто эта жизнь не имела скелета. Потому что, чтобы войти в ископаемую летопись, ну, чаще всего встречаются какие-то твердые остатки. А вот эти вот организмы, которым дали такое название, как вендобионты, они не относятся ни к растениям, ни к грибам, ни к животным. Это отдельная группа, ну, вот, кто-то из них точно, там, наш с вами предок, но очень сложно сопоставить, кто есть кто, потому что у них в морфологии мало таких диагностических каких-то признаков, которые броднили их, там, с членистоногими, с позвоночными или еще с кем-то. Мы там видим кого-то, похожим на моллюсков, но это очень сложно, короче, на таких промежутках судить. У некоторых из них есть симметрия скользящего отражения, то есть вот мы с вами белотерапинцы симметричны, слева и справа одинаковы, а вот у этих, у некоторых вендобионтов, у них с таким создвигом через одну ступенечку, как бы, как бы в шахматном порядке немножко. Подобную симметрию скользящего отражения мы можем наблюдать, например, на каком-нибудь березовом листике, там, где у нас вот так вот жилки идут, но в целом для животных это нетипично. Вот, потом они были мягкие, у них не было никаких ни отверстий, ни конечностей, ни зубов, ни скелетов, что усложняет картину, и плюс они были пронизаны системой каналов. И эти каналы были в отличие от того, как наши, мы тоже пронизаны все сосудами, и если мы возьмем наш сосуд и посмотрим, как он будет в сечении, он будет кругленький. А вот у этих, у некоторых, они были квадратные в сечении, то есть аналогов нету. Вот, поэтому их и называют вендобионты. Вот, кто-то из них вел прикрепленный образ жизни, как вот эти вот сидячие, похоже, ну, перьевидные, кто-то из них как-то передвигался, и мы находим следы передвижения вот таких вот мягких, например, диккенсоний, вот, кто-то из них плавал, видимо, как медузы, вот, и интересно то, что вендобионты тоже есть разные. Мы выделяем три комплекса вендобионтов, один у нас, значит, аволонский, второй беломорский, это один вот из самых хороших, он у нас на Белом море, как ясно из названия, и беломорская плита, она есть в Палеонтологическом музее в Москве, стоит вот прямо на входе, советую обратить на нее внимание огромное, как раз таки с отпечатками вендобионтов и со следами их передвижения. И есть намский комплекс, и вот так вот выглядела карта мира примерно в то время, и вот тут обозначены значками, значит, эти находки этих окаменелостей. Вот так вот это выглядит все в ископаемом виде, то есть мягкие отпечатки. И в аволонском комплексе было много таких вот перьевидных сидячих организмов, которые крепились, вот у них прикрепительный диск какой-то, и, видимо, находились в воде, занимались фильтрацией, фильтрацией. Вот. Беломорский комплекс, он такой вот разнообразный, здесь есть тоже и сидящие, и какие-то вот те, которые передвигаются. А намский комплекс, там есть маленькие такие с трубочками, с какими-то скелетами в виде трубочек, вот так вот они выглядят. Вот. Но, то есть разные, то есть вендобионты, это не какой-то там, знаете, редкий рефугиум, там, начало, откуда разворачивалась вся жизнь. Это очень разнообразные экосистемы, которые были разбросаны по всей планете того времени. То есть мы видим, вот это, это преддверие кембрийского взрыва, то есть пока что еще мягкотелая жизнь, которая дала начало всему последующему. И преддверие кембрийского взрыва, это появление организмов со скелетом, пока что первые скелеты были мелкими, они называются Small Shelly Fossil, селинолкораковина фауна. Вот здесь вот мы видим, это какие-то похожие на трубочки, на колпачки, вот, они также известны из отложений из разных географических точек, вот, но пока что микроскопические. Но начиная с кембрийского взрыва, который произошел, ну, который начался примерно 541 миллион лет назад, длился он, почему его называют взрыв, потому что по геологическим меркам это довольно быстрая эволюция, то есть если мы посмотрим на дерево жизни, вот, оно у нас сначала немножечко ветвится слабо, а потом вот в кембрии оно у нас начинает резко вот так вот разворачивать все свои разнообразные веточки, и тогда возникли представители почти всех известных нам сейчас типов животных. То есть там у нас происходит формирование каких-то крупных таксонов, это важное событие в макроэволюции, длился он примерно там 13-25 миллионов лет назад, то есть это все равно какой-то, ну, значительный промежуток времени, и отсюда у нас начинается отсчет, отсюда у нас начинается эон явной жизни, фанерозой, когда у нас находок много разных. Почему, с чем мы работаем? Происходит скелетная революция, а в ископаемом виде сохраняются лучше всего именно твердые части тела. И в этой скелетной революции появились скелеты в самых разных группах организмов, далеких друг от друга, неродственных, например у простейших, как вот у этих радиолярий, у моллюсков, у членистоногих, и скелеты появляются разные, внешние, внутренние, то есть здесь мы начинаем видеть, как начинает ветвиться дерево жизни. Массовое появление минеральных скелетов, и появляются эти скелеты не просто так, потому что скелеты могут служить для защиты, и скелеты могут служить для нападения. Например, первые хищники, такие страшные своего времени, это канадонты. Это группы родственные Хордовым, у них не было челюсти, но у них был такой ротовой аппарат, в который был напичкан вот такими вот острыми, называются канадонтовые элементы, такими зубчиками, вот, и этими зубчиками они, конечно, могли страшно хищничать на всех, значит, поедать всех тех, кто не был защищен скелетом. То есть все мягкие вымерли, вот, а те, кто сумел как-то защититься, либо там быстрее убегая, либо, значит, обзаводясь тяжеловесным панцирем, запускается гонка вооружений «Хищник-жертва», вот, который очень сильно подстегивает эволюцию. И чтобы вы понимали, вот этот вот замечательный мир винобионтов, это было райское время, одно из немногих в истории Земли, когда у нас не было таких активных хищников. Здесь у нас активные хищники появляются. Вот. Одна из стратегий, чтобы спастись, это ты можешь обзавитись панцирем и стать хищнику не по зубам. Другая стратегия, ты можешь изменить поведение. Ты можешь жить не на поверхности субстрата, а зарываться в него. И тогда у нас появляются первые биотурбаторы, это тоже очень важное событие, называется кембрийская субстратная революция. Вот. Животные начинают зарываться в осадок. Осадок – это очень благоприятное место обитания, там много и пищи, там ты можешь защищаться от хищника. И если мы посмотрим на моря Диакарского периода, мы видим, что жизнь сосредоточена в основном на поверхности осадка. А здесь у нас и на поверхности осадка, и внутри осадка, и в толще воды везде. То есть у нас появляются новые экологические ниши, которых раньше не было. в кембрии появляется масса различных мелкого зоопланктона, которые выглядят примерно как вот эти разные рачки раннекембрийские. Они питаются фитопланктоном, плавают в толще воды в фатической зоне. Фитопланктон – это то, до куда достает солнечный свет. Вот. Только здесь у нас в фатической зоне живет фитопланктон фотосинтетический, и там пасутся огромное количество зоопланктонов, которых выедает. Вот. И моря прошлого до кембрии, они были более мутные, у нас была толща фатической зоны небольшая. А здесь у нас, благодаря работе фильтраторов, у нас зона фатическая расширяется. Это ведет к тому, что, то есть у нас и фотосинтетиков становится больше. То есть раньше они жили у нас вот здесь, а теперь они живут у нас вот на таком огромном промежутке. И это тоже запускает такой, знаете, как снежный ком, положительно обратной связи, рост фитопланктона, влечет за собой рост зоопланктона, влечет за собой рост тех, кто питается зоопланктоном, ну и дальше по пищевой цепочке по возрастанию. И появляется пилетная система. В чем заслуга этих мелких рачков-фильтраторов? В том, что питаясь в толще воды, они свои экскременты, у них экскременты в виде таких плотно упакованных пилетиков. То есть это переработанный органик, она не просто выбрасывается в воду, а вот эти пилеты, они падают на дно, там вот они скапливаются, а вода становится более прозрачной. То есть появление пилетной системы это тоже такая революционная штука. И что мы с вами видим? Мы с вами видим то, что у нас огромное разнообразие экологических ниш. Вот жизнь у нас, зона жизни у нас очень сильно расширяется. Эволюция у нас, темпы эволюции, помните, мы с вами говорили, что в каких-то меняющихся условиях она может действовать, темпы будут быстрее. И это мы с вами увидели как раз таки во время кембрийского взрыва. Такую вот ускоренную очень эволюцию. И немного о находках кембрийских ископаемых. у нас есть такое уникальное месторождение, которое называется Лагерштед. То есть это место, где сохраняются не только твердые, но и мягкие части там животных. И они вот прям вот со всей детальностью, со всеми вот ножками, со всеми усиками. Вот. Возраст этого месторождения примерно там 508 миллионов лет. Вот. Находится на западе Канады. Канады. И там находятся отпечатки многих животных. Вот как, например, интересная история. Оттуда была описана такая вот кругленький отпечаток по центру с таким вот квадратиком. Был описан как медуза. И отдельно были описаны такие вот членистые странные животные, которых назвали аномалокарис или аномальная креветка. Ну, они в целом, да, по форме тела очень похожи даже на современную креветку. С какими-то вот лапками, членистость мы видим, метамерность. Но потом стало известно то, что вот эти две находки это одно и то же животное. И то, что ранее описывалось как медуза, это на самом деле ротовое отверстие. А вот эти вот креветки, это ротовые придатки, которые использовались для охоты. Похожи вот как у рака богомола. Такие, значит, он. Только у рака богомола это передние конечности, а здесь ротовые придатки. И в сланцах бёрджет встречаются находки динокорид. Это такая группа вымершие. Они похожи действительно там на каких-то ракообразных, но это не раки. Они относятся к эоартроподам, к какой-то вот древней веточке. Членистых конечностей у них нет, у них были такие плавательные лопасти, хорошо развитое зрение. То есть это были суперхищники своего времени. Вот. И вот эти передние хватательные придатки. И динокорид было очень много разных. Были крупные, мелкие, с глазами, с бес. Вот. Но, значит, они вымерли. Вот так вот. То есть масштаб, чтобы вы понимали, что первая жизнь, она была по нашим меркам мелкоразмерной. То есть вот эта аномалкорида огромная, это гигант своего времени. Несмотря на то, что вот она достигала в длину где-то там, ну, примерно метр. Вот. Но тогда все были помельче, чем сейчас. Еще одна интересная зверюшка называется Апобиния. Тоже вот с плавательными такими лопастями. И у нее, что интересно, было пять глаз и такой вот хватательный хобот, такой придаток с колешней на конце, который, видимо, использовался там для охоты или для разрыхления субстрата, чтобы добывать пищу. Исландцев Бёрджис, известно, также была описана интересная, такая похожая на червячка с шипами и с ножками. Называется галлюцигения. Очень маленькая, там до пяти сантиметров всего. Вот. И не похожа ни на одного из современных животных. Ее изначально реконструировали, как вот она ходит на таких длинных твердых ходулях. И сверху у нее что-то, какие-то вот вроде, ну, мягких придатков. Вот так вот выглядят отпечатки. Действительно очень непонятно. Отсюда и такое название. Но, когда начали смотреть под микроскопом эти отпечатки галлюцигения, обнаружили то, что вот на этих мягких придатках, то, что раньше рисовалось на спине, у нее маленький по два коготочка. Вот. И на одном из концов обнаружили глаза. Ну, какие-то простенькие глаза и ротовое отверстие. И пришлось вот эту старую реконструкцию с ходулями вот этими перевернуть с ног на голову. И выяснилось то, что вот на этих мягких лапках с коготками галлюцигения ходила, а шипы были у нее на спине, которые использовались, видимо, для защиты. То есть выглядела она вот так. И по морфологии это анихофора или ксенузии, которые к ним относятся родственники современных галлюцигений, это бархатные черви. Вот. И, ну, понятно, что расцветка здесь на реконструкции – это вольная фантазия художника, но мы с вами видим то, что эти ксенузии были очень разнообразны. Не все были с такими огромными шипами на спине, как галлюцигений, кто-то был поменьше. Вот так вот выглядела у нее мордочка. Вот такие интересные ксенузии. И мы с вами видим то, что ранняя эволюция вот животных сложных, многоклеточных, она полна таких вот переходных форм, которые не имеют аналогов в современном мире, и очень много вымерших групп. Поэтому изучать это все безумно интересно. Затем продвигаемся по линеечке с вами вверх. Наступает ордовикский период. И тогда, то есть в Кембрии, у нас вся жизнь была сосредоточена в море. Начиная с ордовика, потихонечку растения вместе, значит, в симбиозе с грибами, они начинают покорять сушу. Но жизнь, конечно, сложная, такая многоклеточная, была в основном сосредоточена в морях. И здесь у нас происходит великая ордовикская радиация. То есть после Кембрийского взрыва у нас ничего принципиально новых, новых макротаксонов не возникает, типов, классов. Но идет диверсификация, то есть бурная радиация, развитие у нас усложняется. То есть здесь у нас планктонная революция произошла с пеллетной системой и прочим. А в ордовике у нас уже донные обитатели и рифостроители у нас начинают связи усложнять. И появляются массы разных групп, которые этим занимаются, фильтрацией и строительством рифов. Вот. То есть у нас возникают таксоны более мелкого порядка. И тогда были уже крупные прямораковины головоногие моллюски. Вот, например, они встречаются в ордовикских отложениях, например, из Ленинградской области. Это вот из Сталина. Там парк городской облицован породами этого времени. И там можно встретить вот такие вот раковины прямораковинных моллюсков головоногих. Но все заканчивается ордовикским вымиранием, которое произошло 445 миллионов лет назад. Очень многие группы вымерли, которые как раз в Кембрии бурно развернулись. Вот. И причины этого вымирания похолодание и вулканизм. Но мы с вами говорили то, что вот начиная с фанерозоя у нас было целых пять массовых вымираний. И это первое из таких страшных. Но в силурийском периоде жизнь потихонечку восстанавливается. Здесь у нас уже разнообразные членистоногие, такие как трилобиты. Головоногих моллюсков тоже очень много. Начинается эволюция позвоночных бурная. Сейчас мы про это тоже еще поговорим. И членистоногие были особенно разнообразные. Были даже огромные такие представители, как ракоскорпионы или еще называют эврепетериды. Это хелицеровые. И они средний размер. Они были где-то сантиметров по 20, но могли достигать до 2 метров в длину. Это были суперхищники своего времени. Интересно то, что эти эврепетериды, они одни из первых начали покорять пресные водоемы. Во-первых, у нас есть следовые дорожки. Мы знаем, что были какие-то, видимо, периодические выползания на сушу. То есть вот это у нас одни из первых животных, которые покорили сушу. Они могли бы ползать либо для размножения, либо для того, чтобы как раз таки переползти из водоема в водоем. Есть морские пресноводные формы. Вот так вот примерно выглядели первые растения. Они были мелкими, они были такими вот маленькими кустиками, которые росли где-то по кромке водоемов. Затем они ушли вглубь материка только позже. Но первые членистоногие уже вовсю ходят по суше. И один из таких первопроходцев тоже у нас есть следовые дорожки. Это многоножка. Затем наступает дивонский период. Это такое время рыб, когда у нас в крупный размерный ряд выходят, то есть до этого у нас были членистоногие, головоногие, в общем, различные беспозвоночные. Здесь у нас позвоночные вот в эту гонку врываются и появляются крупные формы. И в это время наступает расцвет панцирных рыб. Или плакодерм, они, в отличие от современных представителей, были покрыты таким вот, ну как понятно из названия, сложным, как из пазла, собранным из табличек, из чешуек, панцирем. Вот это, например, панцирная рыба Батриолепсис. Они очень хорошо сохраняются в ископаемом виде, причем не всегда целы, иногда в виде вот таких вот отдельных чешуек. Это фотографии находок, сделанных на территории Смоленской области в летних школах. Вот так вот выглядят их отдельные чешуйки. И тогда было страшное время, было ради чего обзаводиться таким панцирем. Потому что суперхищники тоже были панцирные. И такая суперзвезда палеонтологии, это рыба, которая называется Дунклеастей. Значит, по старым реконструкциям она могла достигать метров шесть в длину. Огромная, гигантская. Ну, понятно, вот видите, в масштабе с человеком. И она вот этими своими страшными зубами могла дробить вот такие панцири, как орешки вполне. Но в этом году вышла статья, где изучали морфометрию. Там соотношение вот всяких параметров в черепе панцирных рыб и современных. Все это сопоставляли. И по новым оценкам вот этот Дунклеастей, он был более такой вот коротенький. Поэтому вот по новым реконструкциям он все еще страшный хищник, но уже помельче. И тогда были разнообразные вообще в Палеозое, не только в Дивонском периоде, значит, группа разных бесчелюстных. Не все то рыба, что на нее похоже. Есть вот всякие архаичные бесчелюстные, такие вот, вот это вымершие примеры бесчелюстных. Из современных бесчелюстных у нас известны только миноги и миксины. Ну, как понятно из названия, у них ротовое отверстие есть, но челюсти нет, как у всех, начиная от рыб. Вот, и тогда они были особенно разнообразными. И в Дивонском периоде происходит покорение позвоночными уже суши. Суша была уже подготовлена, потому что там уже сложилось какое-то растительное сообщество, там уже были членистоногие, то есть было зачем выходить. Вот, и на сцену выходят тетроподы. Тетроподы это все, или четвероногие, это все наземные позвоночные. У нас, мы все с вами имеем начало из общего корня. Мы с вами уже про это немножко разговаривали, но напомню. То есть тетроподы могли утрачивать конечности в процессе эволюции, как, например, червяги или змеи. Но наша общность в том, что у нас наши передние и задние конечности все устроены по одной формуле. Вот здесь вот у нас одна большая кость, две кости поменьше и много маленьких в кисти. Вот, и мы знаем как проходило. То есть сначала у нас есть Дивонские отложения, где встречаются только рыбы, в том числе представители, ну кистеперые рыбы наши с вами родственники, тетропод. И в конце Дивона у нас уже встречаются тетроподоморфы. То есть первые какие-то вот с лапками наземные и позвоночные. Интересно то, что у нас у всех тетропод современных пятипалая конечность. Но мы знаем, что сушу покоряли разные веточки, и были группы, у которых большее количество пальчиков, потому что мы прямо находим следовые дорожки. Но пятипалость оказалась, видимо, самым каким-то оптимальным, и поэтому у нас с вами у всех пять пальцев. Так вот, у нас есть два звена вот этой цепочки. Что же было между? Мы с вами теперь знаем то, что переходное звено выглядело примерно вот так. И один из первых таких вот представителей, у кого мазонично сочетаются признаки и рыб, и наземных тетропод, это тикталик, который мог тоже эпизодически выползать на сушу. И еще одна идея, для чего ему были нужны вот эти вот мясистые протолапки, это для того, чтобы в заболоченных водоемах, где валяется много растительности, чтобы он там мог как-то проползать передвигаться. И дивонский период завершается еще одним массовым вымиранием, и тогда у нас вымирают, значит, большая часть вот этих, все плакодермы, очень сильно пострадали морские экосистемы, многие трилобиты исчезли, бесчелюстные очень сильно пострадали, конодонты и беспозвоночные. И после этого у нас наступает уже каменный угодный период, и здесь у нас полное покорение суши растениями и беспозвоночными. У нас появляются, значит, древесные формы растений, и тогда их было настолько много, что сформировались залежи каменного угля, которым мы с вами пользуемся до сих пор. И интересно то, что древесные формы растений появились, но деструкторов, которые бы перерабатывали древесины тогда еще не было. Это вот один из аргументов, почему деревья так массово захоранивались. Потому что в настоящее время, если вы пойдете в лес и увидите поваленное дерево, то лет через 5-10 оно начнет постепенно превращаться в труху. А вот целлюлоза это довольно тяжелая такая для переваривания пищи, и тогда деструкторов еще не было. И тогда у нас на суше были очень разнообразные членистоногие, и это такое время, когда членистоногие вырастали до максимально возможных для них размеров. Почему это было возможно? Система дыхания членистоногих, в отличие от нашей, состоит из трахеи, это мелкие трубочки, которыми пронизано все их тело, они выходят наружу и подводят кислород ко всем нужным органам важным. И при современном содержании кислорода, оно у нас около 20% в атмосфере, они могут достигать, вот у них есть такое ограничение, не больше 20 с лишним сантиметров. То есть вот это максимальный гигантский размер современных наземных членистоногих. Но в то время кислорода было в атмосфере больше 35%, поэтому и насекомые были больше, и другие членистоногие. Например, похожая на стрекозу меганевра была размером с современную крупную птицу, размах крыльев до 75 сантиметров. Были довольно крупные скорпионы, многоножки могли достигать длины, значит, вообще до 2,5 миллиметров. Мы это можем реконструировать по следовым дорожкам, которые мы находим. То есть это был такой вот их максимум исторический. Какая была жизнь в море? Ну, значит, вот, например, моря того времени на территории Московской области они образовывали такие, значит, здесь были целые заросли из иглокожих. Это морские лилии сидячие такие, которые образовывали целые подводные сады. И морские лилии — это иглокожие, которые после смерти часто распадаются на отдельные таблички. Такие членники. Они выглядят очень интересно. Вот так вот выглядят россыпи членников, которые из породы извлечены. И часто их принимают еще за какие-то детали инопланетных кораблей. Но это все эхо, значит, прошлого. Затем после карбона наступает пермский период, и здесь происходит важное событие — абсолютное завоевание суши позвоночными. Вот, то есть, чтобы понять, позвоночные тетраподы и до этого выходили на сушу, но они все равно были очень плотно связаны с водоемами, потому что они им были нужны для размножения и для развития. И у нас все, значит, такие животные называются анамнии, то есть они размножаются икрой. Из икры выходит личинка какая-то. Они дышат жабрами хотя бы на какой-то из возрастных стадий, ну вот, например, как головастики у лягушек. Плюс они привязаны к воде, потому что у них слизистые кожные покровы, у них развитие с метаморфозом, и зародышевые оболочки не развиты. Но абсолютное завоевание суши происходит, когда появляется яйцо, когда вот эти вот водоемы можно выключить из системы размножения, и мы с вами относимся все к амниотам, наземные позвоночные, истинные наземные. У нас внутреннее оплодотворение, мы дышим легкими, то есть жабры ни на какой стадии у нас не возникают. У нас сухая кожа, которая, значит, предотвращает лишнее испарение влаги, развитие прямое, плюс есть зародышевые оболочки, за счет которых развивается эмбриончик. Вот. Так что здесь у нас в пермском периоде произошла такая, такой ароморфоз важный, как возникновение яйца. И тогда были очень разнообразны зверозубые ящеры, тереодонты. Климат в пермском периоде был более сухой, и вот они ушли уже вглубь материков, значит, их были очень разные. От мелких таких вот тереодонтов, их еще рисуют покрытыми шерстью, и помните, мы с вами разговаривали про маммализацию тереодонтов. Это вот как раз начинается в это время, и какие-то вот мелкие такие маммалиобразные формы и дали начало потом всем млекопитающим. Но были и крупные суперхищники, как, например, иностранцеви, такие сублезубы размером крупнее волка, и такие вот крупные хищные формы, как диметродоны. Также в пермском периоде были распространены пары рептилий, такие как париозавры. Они были крупные, тяжеловесные. В Палеонтологическом музее есть целый зал с париозаврами под красивыми хрустальными люстрами. И интересно то, что все вот эти вот звероящеры, постановка конечностей у них была такая рептильная, то есть по бокам тела расставлены вот так вот примерно. То есть каких-то быстрых рывков они там, скорее всего, не совершали. И вот эта вот гонка вооружения хищных жертв тогда могла быть немножечко замедленной, потому что такая была постановка конечностей. И пермский период завершается массовым вымиранием, которым еще называется Великое Пермское вымирание. Это одно из самых, это самое страшное, пожалуй, самое массовое. Здесь у нас исчезают около 90% морских и более 70% наземных животных видов. И это знаменует конец Палеозойской эры. Жизнь никогда не станет прежней. И что же тогда произошло? Во-первых, тогда были извержения вулканов планетарного масштаба. Это мы можем сказать, потому что у нас есть сибирские трапы. Это в Евразии, на территории России такие вот отложения вулканические. И реконструкция изливания вот этой лавы, она вот смотрите прямо вот от начала материка практически до Байкала. То есть насколько глобально это было извержение. В результате сформировались огромные базальтовые скалы в Сибири и площадь около двух квадратных километров. И что происходит после такого извержения вулканов? То есть у нас меняется состав атмосферы, потому что это все выкидывается в атмосферу. И потом пепел, гарь, это все оседает у нас в морских водах. И в морских водах происходит гибель планктона, потому что когда у нас сверху все засыпано пеплом, ну опять у нас происходит дефицит кислорода, плюс у нас перекрывается доступ солнечного света. То есть на суше у нас и вообще по всей планете начинают страдать фотосинтетики. А это у нас основа пищевых цепочек. Ну это как вот из карточного домика вытащить какую-то нижнюю карту и он очень сильно посыпется. Это мы и видели и можем наблюдать в конце Пермского периода. И в результате Пермского вымирания полностью вымерли такие процветающие в палеозое группы, как трилобиты, рак и скорпионы. Очень сильно пострадали многие группы рыб, морских организмов других. На суше пострадали насекомые и очень сильно пострадали пара рептилий и ящеры. И затем наступает мезозойская эра 252 миллиона лет назад после вымирания. И это такое вот время рептилий, можно его назвать условно. И на восстановление после вымирания понадобилось около 30 миллионов лет. То есть жизнь постепенно восстанавливалась. Пустующие экологические ниши занимали те, кто выжил. И в триасовом периоде жизнь выглядела вот такая вот картинка. Ветер перемен называется очень воодушевляющий. Рептилии и млекопитающие перешагнули ступенечку вымирания и дали начало новым группам. И чтобы понимать, кто был разнообразен в мезозое, надо разобраться. Тогда были разнообразны архозавры. К современным представителям архозавров относятся две веточки. Это крокодилы и птицы. Но в мезозойскую эру у нас, вот смотрите, древо архозавров было как разнообразно. Тогда были не птичьи динозавры, во-первых, плюс птерозавры, морские ящеры некоторые и различные сестринские таксоны крокодилов. И именно вот эти вот другие представители архозавров, не динозавры, они были очень разнообразны, они были самых разных размеров. И вот они как раз таки заняли пустующие экологические ниши. Там были свои суперхищники, были свои гиганты. Но в конце триасового периода происходит еще одно массовое вымирание, одно из великой пятерки. И вот это триасовое вымирание, в морях тогда вымирают канадонты, как раз вот эти первые хищники, которые появились в кембрийском периоде со своими мелкими зубчиками. И здесь у нас вот это вот бурное развитие архозавров, оно было приостановлено вот в этих веточек, и на сцену выходят динозавры. В юрском периоде мелкие динозавры, которые были на этом древе лишь одной из ветвей, не такой господствующий, не самый важный, такой вот, знаете, проходной. Но пережив вот эту границу, они начинают расширять ареал. И в юрском периоде также млекопитающие тоже занимают успешно свою экологическую нишу мелких насекомоядных животных. И вот с этого времени у нас они развиваются. В меловом периоде у нас уже происходит расцвет динозавров, они становятся господствующей наземной группой. Вот, захватывают, расширяют ареал по всей планете, значит, захватывают новые экологические ниши. И в конце мелового периода у нас млекопитающие начинают развиваться, про это мы сейчас еще поговорим, и распространяются цветковые растения. Важно понимать то, что не все то динозавр, что завр, и различные группы, такие, например, как птерозавры, это отдельные ветви архозавров, нельзя их смешивать в одну кучу. И динозавры у нас были господствующей группой на суше, в воздухе первыми активный полет у нас освоили птерозавры, а морские рептилии тоже отдельно от динозавров, то есть, причем это все разные ветви. Ихтиозавры, плезиозавры, мозозавры, это и вообще ближайшие родственники современных варанов, ящерицы морские. То есть, в море рептилии были свои, и в воздухе тоже первое время. Вот так вот выглядели представители Юрского моря Москвы, значит, это вот морская рептилия, как раз плеозавр, и были разнообразные головоногие моллюски аммониты. Вот, аммониты являются руководящими ископаемыми, и тоже были самого разного размера, вплоть до такого огромного. И вот эти вот морские, замечательные морские ящеры, многие как раз и специализировались на охоте на аммонитов. И, значит, динозавры были очень разными. Первые динозавры были такими простенькими, но вот в триасовом периоде, но начиная с Юры, они начинают захватывать разные экологические ниши. Немного истории изучения динозавров. Термин «динозавр» предложил Ричард Оуэн, такой английский зоолог, рыцарь, и динозавр от древнегреческого «ужасный ящер». Это был такой коммерческий успех, потому что внимание широкой публики очень они привлекали. И сначала первые находки были динозавров фрагментарные. И потом, значит, был построен в хрустальном дворце к Всемирной выставке такой парк, где были изображены скульптуры динозавров. И это было очень важно, потому что они отражают видение динозавров того времени, когда находили фрагментарии, то есть целых скелетов тогда не было. И по кусочкам зоологи, палеонтологи того времени восстанавливали облик, как такой вот ящеречный и такой крокодиловый. Вот, и динозавры были такими вот тяжеловесными, с волочащимися хвостами, такими вот обгрюшами немного. Вот, и все считались четвероногими, потому что, ну, прообраз ящериц и крокодилов на эти идеи их наводил. Вот, и скульптор Хокин, он, значит, по совету ООН создал несколько статуй в натуральную величину. И, то есть, жители Лондона могли прогуливаться и смотреть на динозавров. Интересно то, что здание хрустального дворца, оно было уничтожено, оно, значит, погибло в пожаре, а статуи динозавров хранятся до сих пор. И почему так важен палеоарт? Потому что вот эти вот изображения, они показывают взгляды того времени. То есть здесь в первой реконструкции мы видим были вот такие, затем динозавров у нас начали ставить активно на две ноги многих. Вот, и мы видим, значит, состояние науки того времени. И очень интересно можно проследить эволюцию взглядов. Вот это вот первая реконструкция Игуанодона. Там, значит, нашли у него такой коготь, который изначально ему поместили на, значит, на нос, как рог. Вот, потом этот коготь перекочевал на лапку, и все правильно. И вот, потом этих Игуанодонов реконструировали, как таких вот тоже, видите, с волочащимся хвостом тяжеловесных многих ящериц. Вот, и в настоящее время мы видим то, что они передвигались, опираясь на передние две конечности также. А вот она, пожалуйста, кокоть. И как все начиналось? Эволюция динозавров, то есть ничто не предвещало такого успеха. Первые динозавры были мелкими, примерно размером с курицу, с индейку. Ну, только с хвостом, понятно, более длинные. Вот, и они появились в отриасовом периоде и были одними из немногих. Их такая вот особенность, которая, значит, их особенность в том, что они передвигаются на двух ногах. То есть это бипедальные животные, такие же, как мы с вами. И эти, значит, две ноги, они были выпрямлены и стройные. То есть они были такими быстрыми, мобильными, активными хищниками. Такого вот у них был средний размер. То есть они были такие плюс-минус всеядные. Могли там и каким-нибудь жуком крупным закусить, и беспозвоночными ящерками, и крокодилами, и кем угодно. Вот. И, видимо, вот эта вот их универсальность и плюс очень велика роль случая. Потому что многие архозавры, другие родственники крокодилов, они тоже были с выпрямленными ногами и активными хищниками. Но вот им не повезло, а динозаврам повезло. Вот. И они пережили трясовое вымирание, и в юрском периоде уже началась диверсификация динозавров, такая радиация. И выделяют две самые крупные группы, ящеротазовые динозавры и птицетазовые. Интересно то, что птицы произошли от ящеротазовых динозавров, а не птицетазовых. Птицетазовые динозавры изначально всеядные, тоже изначально двуногие. Затем многие из них встали на четыре конечности. Вот. И это такая вегетарианская эволюционная ветвь динозавров. Почти все из них растительноядные и отделились от ящеротазовых 220 миллионов лет назад. И они были очень разнообразны. Многие из них были гигантами, достигали до 10 метров в длину. Вот. Многие обзаводились панцирями. Там, например, у анкилозавров, помимо панциря, у некоторых была еще такая булава на хвосте. Многие обзаводились рогами. Кто-то из них, например, как гадрозавры или утконосы ящеры, вели стадный образ жизни. Вот. И вот у царатопсов был такой вот, видите, рога и красивый воротник, который, видимо, использовался и для защиты, и как демонстрационная такая структура. В общем, видимо, такое обилие защитных структур и защитных стратегий, оно не просто так. И мы знаем сейчас то, что другая веточка эволюционная, это ящеротазовые динозавры, среди них как раз-таки они пошли по пути хищничества. Вот. Многие из них, или их еще называют тераподы, многие из них были покрыты перьями. Кто-то, то есть они не все были гигантами, были маленькие размером, тоже опять с курочку. Но были гиганты вроде тираннозавра, рекса, которые до 15 метров длину могли достигать. И они были суперхищниками. Что касается перьев. Сейчас мы с вами знаем то, что многие были покрыты ими. Если во времена Дарвина вот там редкая находка археоптерикса воспринималась как такой некой переходной изменой, сейчас мы знаем то, что многие тераподы самыми разными были перьями покрыты. И чешуя это очень удачная такая основа для пера. Вот. И перо, оно отвечает за разные функции. За теплоизоляцию оно может использоваться как брачные украшения, как защитные там структуры, или для полета. Ну вот, в крыльях перья. И мы видим то, что у динозавров они были разные. Есть редкие находки фрагментов динозавров с перьями в янтаре. Это берминский янтарь. Ему даже дали отдельное название. Бермит из Мьянмы. Вот. Там находят множество беспозвоночных. Это такое окно в меловой период. Вот. И там был найден фрагмент хвостика динозавра с хвостом. И посмотрели там, значит, перья потрясающей сохранности. И посмотрели на строение пера. И вот нарисовали такую вот модель эволюции перьев. Мы видим, что они у них были совершенно разные. От простых нитевидных таких филаментов до сложноветвящихся перьев. Более того, сейчас мы можем даже реконструировать окраску динозавров. По тому, как, значит, если посмотреть под микроскопом вот этот перьевой покров. Если он очень хорош в сохранности, то там могут сохраняться пигменты. Меланин. И по упаковке вот этих меланинов мы можем сопоставлять это с ключиком в виде современных птиц. И реконструировать прижизненную окраску. Вот это, например, самый первый динозавр из Китая. Синозавр Аптерикс. И мы знаем точно, что он был такого бурого цвета. Жил он в лесу, и у него был полосатый хвостик. Вот. Очень такая покровительственная окраска для лесных жителей. И когда появилась эта методика по реконструкции окраски, мы начали пересматривать множество коллекций. И вот, например, еще один динозавр, который называется Анхернис. Вот. Он уже, значит, среднеюрский. Вот. Изучили. Вот. Тут обозначено несколько точек под сканирующим микроскопом упаковку пигмента. Плюс структуру пера изучили. И получили реконструкцию прижизненной окраске. Вот такую, что вот этот Анхернис, он был таким черно-белым, как сорока. Черный преобладал с белой такой какой-то оборочкой. И на голове у него был хохолок, такой вот красный. И на щеках красные перья, которые, видимо, играли роль в поиске брачного партнера, как брачное украшение. Вот. Это маленький был динозавр, размером примерно с ворону. Некоторые перья, так как мы видим у птиц, например, у райских птиц, которые вдохновляли Чарльза Дарвина, масса брачных украшений у самцов. И у некоторых динозавров мы находим похожие структуры, как, например, вот у этого динозавра. У него было четыре таких длинных пера на хвосте. Известны также находки динозавров с перьями вот отсюда, значит, из верхнего, из пояса верхних конечностей тоже такие четыре штучки, как у райских птиц. И, видимо, они использовались также для брачных ритуалов. Также некоторые динозавры были покрыты перьями для сохранения тепла, как, например, вот эти тиранозавриды, которые называются Ютиранус. Их название значит «прекрасный король в перьях», родственник тиранозавров. Вот так вот выглядит перьевой покров. Он был похож на такой цеплячий пушок, то есть такие вот нитевидные перышки, которые в полете не использовались, понятно, но могли играть огромную роль в теплоизоляции. Поэтому здесь вот эти динозавры нарисованы в снегах. И мы знаем то, что динозавры не только внешне, но и по поведению были похожи на птиц, потому что у нас есть несколько находок динозавров, которые погибли в прижизненных позах, как, например, вот этот маленький манераптор, который называется Мейлонг. Вот в позе отдыха он был такой вот собранный в клубочек и спрятал морду под крыло. Если мы посмотрим на позу отдыха у современных птиц, мы увидим, что они очень схожи. И вот этому оптичеванию динозавров дали специальный термин орнитизация терапод. Если мы посмотрим на эволюционную ветвь группы среди терапод, здесь красненькими квадратиками обозначено возникновение перьев или возникновение полета. И мы видим то, что независимо похожие признаки возникали как минимум трижды. Ну вот полет в близких, но все-таки в разных веточках эволюционных. И только одна из этих веточек дала начало современным птицам. Интересно то, что у пера помимо окраски есть еще одно свойство, которое называется иризация. То есть это такое радужное отражение, такие блестящие перья, как, например, у этой птички. И вот эта иризация, она точно так же параллельно и независимо происходила у разных терапод. Так что мы с вами видим, какие-то крупные аэроморфозы, вот так же, как и в мамализации тереодонтов, так же и в ронетизации терапод, они возникают в разных группах параллельно. Более того, мы с вами помним, что птицы тазовые от ящера тазовых динозавров отделились 220 миллионов лет назад. Но перья возникали и у птиц тазовых динозавров, как, например, вот у этих пситокозавров. У них на хвосте были такие выросты длинные, похожие на перья, и как у календодромиуса. Это сибирский динозаврик, его даже взяли на герб Чернышевского края, района. И он выглядел вот так, по реконструкции ему, с чешуйчатыми лапами, хвостом и мордочкой, и покрытым перьями, значит, телом, с таким как бы капюшончиком. Еще интересно то, что перья возникали и у других групп архозавров, которые от динозавров отделились совсем давно, а именно у птиц тазовров. Известны были находки с 70-х годов прошлого века, описанные отечественными палеонтологами с территории Китая, птиц тазовр, который называется в переводе с латинского нечисть волосатая. И он был тоже похожим на цыплячий пушок, покрытым. И в прошлом году вышла статья про еще одного птиц тазовра. Это красивый такой с гребнем птиц тазоврик. И у него перья были такой хорошей сохранности, что там даже сохранился пигмент. Посмотрели под сканирующим электронным микроскопом, вот так это выглядит. И было обнаружено то, что у него перья были двух разных типов, с разным пигментом, то есть они, видимо, были по-разному окрашены. И у птиц тазовров, которые в полете не использовали перья, использовали перепонку, которая натянута между пальчиками перья, видимо, играли тоже какую-то демонстрационную роль. И существует также гипотеза, что древние архозавры все были пернатыми изначально, поэтому мы видим перья вот так вот параллельно у разных групп. Поэтому, например, в последнем фильме про динозавров документальном, который называется «Доисторическая планета», там, например, детеныши тираннозавра пернатые. Хотя мы точно знаем, что взрослые тираннозавры не были покрыты перьями, потому что у нас есть находки чешуи. Еще одна группа ящер-тазовых динозавров – это завроподы, гигантские длинношей растительноядные динозавры. Значит, их эволюция шла по пути гиперморфоза, гигантизма. Это самые крупные позвоночные животные, которые были, у нас известно, с суши. Это были вегетарианцы, и по старым реконструкциям они были такими тяжеловесными, но сейчас мы знаем то, что у них были очень ажурные позвонки, через которые проходили во время жизни воздушные мешки какие-то, которые облегчали вес этих завропод. Так что эти завроподы были хотя огромные, но не такие тяжеловесные, как нам казалось изначально. Как размножались динозавры? Динозавры откладывали яйца. Мы можем это понять, потому что, во-первых, их ближайшие родственники, крокодилы и птицы, все откладывают яйца. Во-вторых, у нас есть находки яиц, как в кладках, красивых гнездах, где они лежат группами, находят даже целое скопление гнезд, которые говорят нам о том, что динозавры вели какой-то социальный образ жизни и вместе высиживали их. И находят скорлупу отдельно, она очень разная бывает, орнаментированная, богатая, украшенная всякими бугорками. И у динозавров было гнездовое поведение очень разнообразное. То есть у кого-то, видимо, была забота о потомстве, кто-то, как морские черепахи, откладывал яйца, закапывал, уходил. Например, такая стратегия размножения была у этих крупных завропод, потому что маленькие детеныши завроподы, когда вылупляются из яйца, они небольшого размера, и с родителями контактировать, конечно, проблемно. Есть такой динозавр, который называется овераптер, в переводе с латинского его название означает «яйцекрат», и по первым реконструкциям их вообще часто находили вместе с яйцами. И предположили, что у него такой хищный облик, с мордой, с клювом, что он мародерничал и разорял гнезда протоцератопсов, маленьких таких динозавриков. Но потом сам по себе овераптер этот не очень крупный. Но потом нашли овераптера прямо на гнезде, и выяснилось то, что он не был разорителем гнезд, а он был заботливым родителем. Вот овераптеры высиживали гнезда, гнездились группами. Плюс есть находки, что, во-первых, у некоторых динозавров, у взрослых, если это целый скелет, мы иногда можем определить пол. Потому что самка накапливает кальций для откладки яиц, у них там есть специальное место для этого. И на гнезде нашли взрослого самца. То есть мы с вами видим то, что у этих овераптеров у них была и отцовская забота о потомстве, и материнская, то есть прямо как у птиц. Так что некоторые динозавры заботились о потомстве, но овераптеры эти жили группами. Как росли динозавры. Велось много споров о том, теплокровные они или холоднокровные. Но вот завроподы, мы можем сказать, что они теплые по инерции. Они нагреваются за день и не успевают просто остыть. Поэтому они все время тепленькие. Но у некоторых динозавров был такой прямо птичий быстрый метаболизм, то есть активный. Это мы можем сказать по тому, как они росли. Понятно, что продолжительность жизни и скорость роста, это все очень видоспецифично. Но росли они очень быстро, тирексы достигали своего взрослого возраста, примерно лет до 20-25. Мы это можем рассчитать, изучив гистологию ткани, посчитав, посмотрев, как она там нарастает. А гигантские завроподы достигали своего взрослого роста, размера примерно лет за 15. Это очень быстро. Еще один вопрос. То есть обычно динозавров нам рисуют в таких каких-то классических, тропических местнообитаниях, теплых. Но есть находки полярных динозавров. Понятно, что тогда полярные области были не такие холодные, как сейчас, но при этом там температура могла опускаться до нуля. Там росли леса. У нас есть находки такой растительности, например, из позднего мела Аляски. И до каких-то первых минусов температура опускаться могла. Плюс там была полярная ночь, которая длилась целых 4 месяца. И при всем при этом остатки динозавров, и не только динозавров, а других, также рептилий, известны даже из таких отложений. И есть две точки. На севере Аляски там очень много их, и у нас с вами на Чукотке. Там находятся фрагменты скелетов динозавров, зубы, причем и взрослых, и детей. Значит, видимо, они там жили постоянно, хотя яиц пока не найдено. Вот, и, то есть, в полярную зиму, в такую нормальную, со снегом динозавры встречались. Вот, находок динозавров с перьями пока тут нет, но так как перья могут служить для теплоизоляции, здесь вот все динозавры распирначенные такие. Интересно то, что полярные динозавры, они чуть меньше своих, значит, более южных сородичей, более теплолюбивых. Вот, например, полярный тиранозаврит, он был в длину примерно метров шесть, в отличие от гигантского тиранозавра классического. Но все заканчивается опять таким массовым мелополиогеновым вымиранием. Оно самое известное у нас, самое недавнее. И у нас порода очень четко разграничивается с динозаврами и без. И существуют разные взгляды. Сейчас ведущей является астероидная или импактная гипотеза. Про это тоже мы с вами немножко поговорили. Вот, физики Альвареса, отец и сын, они обнаружили иридиевую аномалию. Это повышенное содержание иридия, которого в свободном виде на Земле мало, а в космосе много. Видимо, он был занесен. Также у нас есть Чикшулупский кратер на полуострове Якотан. И что происходит после падения астероида, нетрудно представить. Потому что, во-первых, в этой точке сразу же моментально все живые организмы погибают. Это катастрофа сразу моментальная. Но почему у нас по всей планете это все так разошлось? Потому что в атмосферу поднимается пыль, поднимается гарь, перекрывается доступ к солнечному цвету. И опять мы видим, как вот эта карточка, когда у нас начинают страдать фотосинтетики из этого карточного домика, вытаскиваются, и пищевые цепочки начинают разрушаться. И в это же время примерно на границе Мела и Полиогена, помимо астероида, у нас есть маркер глобальных опять вулканических извержений вулканов, которые находятся на территории современной Индии. Вот здесь на карте, на границе Мела и Полиогена, это выглядело вот так. И там сформировались деканские трапы. Они, конечно, меньше сибирских, но все равно огромного масштаба. То есть сейчас считается то, что ведущую роль, главный такой последний гвоздь в крышку гроба динозавров сыграл, значит, именно астероид. Но помимо этого у нас менялись экологические условия, которые менялись постепенно, плавно. И есть экологическая гипотеза, которая тоже объясняет вымирание динозавров и других групп. Мы знаем то, что растительные сообщества за 40 миллионов лет до вымирания начали перестраиваться. И если до этого преобладали голосеменные растения, то в конце мизозоя у нас картинка меняется вот такая, на вот такую, на более цветковый облик. И считается то, что динозавры не смогли быстро приспособиться к новой кормовой базе. Но мы с вами знаем то, что некоторые динозавры, они научились быть истинно травоядными. А трава, это как раз-таки цветковые растения, она очень тяжелая для пищеварения. Потому что у цветковых растений содержатся фитолиты. Это такие маленькие кусочки твердого вещества, которое, в общем, вспомните, современных растительных ядных, какая у них громоздкая пищеварительная система. И некоторые утконосы и динозавры научились есть вот эту неудобоваримую цветковую пищу, траву. Мы это знаем по тому, как их зубы изнашивались. Потому что они немножечко по-разному изнашиваются у истинно травоядных и у растительноядных. Плюс в конце мизозоя начинает постепенно меняться климат, наступает постепенное похолодание. Но мы с вами видим то, что находки полярных динозавров нам говорят о том, что они учились жить в таких суровых холодных условиях. И в конце мелового периода, благодаря бурной эволюции цветковых, коэволюции цветковых и опылителей, происходит также диверсификация млекопитающих. Когда у нас появляются истинно травоядные млекопитающие, а другие млекопитающие выходят в новый размерный класс. То есть до этого первые юрские млекопитающие были очень мелкими насекомоядными ночными. А здесь у нас появляются более крупные размером где-то современную кошку, современного барсука. И они всеядные, они ели и вот этих травоядных своих собратьев, могли есть каких-то беспозвоночных, и плюс могли питаться мелкими архозаврами. А вот в этот размерный класс мелких архозавров у нас как раз таки вписываются дети динозавров. И есть несколько находок с такого крупного хищного млекопитающего, как раз таки с косточками динозавров. Это прямое свидетельство того, что они занимались таким страшным хищничеством. И все это, конечно, сыграло свою роль в вымирании динозавров. И подводя итог, мы можем, значит, что спасло некоторых динозавров. То есть почему все не птичьи динозавры вымерли, а птичьи остались. Вот, ну это мелкие размеры, какая-то эврибионтность, мобильность, которую им обеспечивал полет. Плюс забота о потомстве, что важно, когда тебя поджимают вот такие вот страшные хищники. Вот, полет. И, конечно же, очень велика роль случая, как и все в эволюции. Потому что в это время в мезозое были, например, нансорнисовые птицы, которые не являются птицами. Но они были очень похожи, но при этом они вымерли, а вот динозавры птичьи остались. Это вопрос. И подводя итог, значит, мы с вами можем сказать, что динозавры это очень эволюционно успешная группа. Их господство длилось более 200 миллионов лет, колоссальный промежуток времени. Вот, и вот, если мы посмотрим, как они были разнообразны в мезозое, в каинозое, они тоже чрезвычайно разнообразны. Это вот эволюционное древо птиц современных, известно более 10 тысяч видов. То есть важно понимать, что все не птичьи динозавры вымерли, вот, а птицы у нас с вами остались и продолжают быть успешными. Затем, после мелкопалиогенного вымирания, у нас конец мезозоя и наступает каинозойская эра. Это время млекопитающих и птиц. Освободилась масса экологических ниш, которые начали, выжившие начали занимать. И в палиогеновом периоде у нас климат еще пока теплый, вот, но уже прохладнее и суше, чем в мезозое. Вот, на полюсах постепенно формируются ледяные шапки. Вот так вот выглядело примерно животный мир. И в палиогеновом периоде у нас появляется, начинается бурная диверсификация опять млекопитающих и птиц. Они занимают пустующие экологические ниши. Возникают гиганты своего времени, как, например, вот этот вот эндрикотерий. Это родственник современных носорогов. И это животное дало название целому комплексу фауны, который называется эндрикотериевая фауна, которые обитали на территории Евразии. Вот, это такие вот животные, обитающие в лесах, теплолюбивые млекопитающие, к которым относились, например, вот геракодоны, родственники современных лошадей. К мегафауне также относились гигантские ленивцы, которые обитали на территории Америк. Вот, они существовали вплоть до появления человека и могли достигать до 6 метров высоту. В Дарреновском музее есть реконструкция в натуральную величину при входе. Также были известны из того времени гигантские нелетающие птицы. Вот, они обитали на территориях Европы и Азии, Северной Америки. Вот, на старых реконструкциях этих гигантов обычно рисуют вот такими страшными, плотоядными. Причем интересно, какая инверсия ролей, то, что здесь гигантская хищная птица и маленькая лошадка. Но по составу изотопов реконструировали диету вот этих гигантских птиц, которые раньше считались хищными. И выяснилось то, что они вегетарианцы. Вот, в неогеновом периоде начинается серия леденений. Потихонечку начинает формироваться современное биоразнообразие, современный ландшафт. Уже он узнаваемый. И тогда, значит, была известна из того времени гипарионовая фауна. Это такие вот группы млекопитающих, которые обитают в лесостепях, редколесьях. Там было очень известно много разных хоботных, много разных жирафов. К ним относились, значит, псовые, кошачьи, антилопы, бегемоты. Название дано в честь вот этих таких маленьких трехпалых лошадок, которые называются гипарион. Ну, они были размером таки с крупную собаку. Про эволюцию лошадей тоже очень важный момент. Важно понимать то, что гипарионы и родственники современных лошадей были не первыми, кто занял адаптивную зону вот этих травоядных, быстрых млекопитающих. Параллельно другая группа, которая называлась литоптерны, которая сделала это раньше, они также видели похожий образ жизни и были травоядными. И мы видим эволюцию конечностей, которая очень похожа на эволюцию конечностей лошадей. Но лошади оказались более приспособленными, у них была конечность лучше устроена, и плюс там у них по-другому менялись пропорции тела. Значит, у лошадей было увеличение размера, а вот этих литоптерн нет. И интересно то, что литоптерны были вытеснены своими более поздними собратьями, и лошади оказались успешны и до сих пор у нас существуют. К хищникам гипарионовой фауны относятся различные саблезубые кошачьи, как например вот эти. Плюс интересная история, кошки-динофелесы, они встречались и с нашими предками, потому что мы находим черепа австралпитеков с двумя пробитыми такими дырочками ровными. Это следы как раз-таки удара соблезубого кота. И в состав гипарионовой фауны входили также предки человека. Еще одна визитная карточка неогена, это гигантская акула мегалодон. Охотник на древних китообразных, она могла достигать поразительных размеров, вот это вот всего лишь один зуб. Причина вымирания мегалодонов, это изменение климата и проигрыш в гонке вооружения хищник-жертва, потому что вот раньше она охотилась на китообразных, но у нас с вами очень хорошо изучена эволюция китообразных, и мы знаем то, что они потом стали крупнее, ну вот короче и в этой гонке выиграли. Вот, и в настоящее время китообразные относятся к группе кито парнокопытные, то есть первые предки китообразных были такими вот копытным размером с собаку-животным, хищным. Затем наступает четвертичный период, или его еще называют антропоцен, вот мы уже с вами находимся на самой верхушечке геохронологической шкалы, подбираемся к человеку, вот, его делят на два промежутка, плеистоцен и голоцен, и вот тогда уже окончательно узнаваемое современное ландшафт и разнообразие у нас. В плеистоцене наступает ледниковый период, причем из-за колебаний климата вот эти ледники, они то наступают, то отступают, вот, и многие животные покрываются густым мехом, и такие вот холодолюбивый облик, значит, у них. Вот так вот выглядела карта 18 тысяч лет назад, вот досюда аж доходил ледник снизу и сверху. Если мы посмотрим на карту России, с тем, как распространялись ледники, мы с вами увидим, что, например, до Москвы ледник доходил. Вот. Интересно то, что мы с вами можем видеть эхо ледникового периода, это такие эротические валуны, это порода, которая принесенная откуда-то. То есть и такие вот валуны, они встречаются в Финляндии, в Карелии, в Смоленской области они тоже встречаются, то есть это принесенные ледником, значит. И мы знаем то, что очень важно изучать эти валуны, потому что мы можем реконструировать путь ледника, как он отступал и отступал потом, и откуда. Вот. Это тоже такой пример ледниковой эротики на территории Смоленского поозерия. Причем она может быть как огромной, так и вот мелкая, вот то, что здесь мелкая крошка, это тоже ледник нанес. И, значит, тогда была разнообразная мамонтовая фауна, это очень известные животные мамонты, тоже такая визитная карточка палеонтологов. Интересно, что ее можно сопоставлять с фауной африканской саванны, то есть там примерно адаптивные зоны те же самые и представители родственные. Вот. Название дано в честь шерстистого мамонта, но мамонтов было много разных, в том числе вот были карликовые, вот. Мамонты были покрыты густой шерстью, и у них была такая многослойная шуба, и если мы посмотрим вот на эти реконструкции, так, сейчас-то может быть будет более удачная, они были, такая длинная у них была шерсть, шуба покрывала ноги, как будто в юбке он был. И мамонты, они существовали относительно недавно, если мы будем сравнивать там с каким-то, допустим, кембрийским периодом и так далее. Поэтому у нас есть находки не только костей, но и мягких тканей. Находят множество мумий из мамонтовой фауны, причем это не только мамонты, такие как знаменитый мамонтенок Дима, или мамонтенок Маша, или мамонтенок Люба, им дают имена разные, но также нам известны мумии, например, пещерных левиад и носорогов шерстистых и так далее. Это важнейший источник информации, потому что мы можем посмотреть, как системы органов были устроены, что у них в желудке. Вот, например, как одна из самых старых мумий мамонтов, это березовский мамонт, который в 1900 году был обнаружен охотниками, и в 1901 году первые экспедиции были по извлечению этой мумии. Вот здесь прям целая лапа мы видим, из вечной мерзлоты несколько лет этого мамонта извлекали, привезли в Академию наук, там изучали, и сейчас мы знаем то, что возраст абсолютный, 44 тысячи лет этому мамонту березовскому, и у него в желудке даже сохранились непережеванные остатки травы, по которым мы можем установить то, что это был конец лета. Вот такая вот реконструкция в зоологическом музее, зоологического института в Питере, березовского мамонта. Причем интересно то, что здесь он даже в той же самой позе, вот в какой нашли эту мумию. Последние мамонты обитали совсем-совсем недавно, они пересекались с человеком, ну, во-первых, мы об этом знаем по многочисленным наскальным рисункам, ну, и здесь у нас есть абсолютные датировки, на острове Врангеля, это был такой рефугиум последних мамонтов, они были мельче, чем свои крупные предки, 3,7 тысяч лет назад они там, значит, всего существовали, то есть это время Древнего Египта. Также известны находки самых последних мамонтов с таймыра, там вот тоже примерно того же возраста. К мамонтовой фауне относились также шерстистые носороги, бурые медведи, пещерные медведи, пещерные львы, верблюда, то есть многие из представителей мамонтовой фауны, они живут до сих пор, такие, например, как лошади, олени, сурки, песцы, волки, лисицы и так далее. Вот еще примеры вымершей мегафауны были, например, древние пингвины были крупнее, также известны древние гигантские кабаны, черепахи, броненосцы, родственники мамбатов, ну, про эндрикотерии мы с вами уже поговорили, мегатерии это гигантский ленивец и гигантские такие вот родственники копебар. Но у кого-то произошла обратная инверсия ролей, и мы видим то, что кто-то наоборот уменьшился, как, например, акулы, если сравнить с мегалодоном, вот, а киты у нас вот увеличились наоборот. И затем наступает галоцен, значит, уже в позднем плестоцене начинается вымирание мегафауны, оно часто его приурочивает к жизнедеятельности человека, но это не совсем так, все-таки в галоцене теплее, чем в плестоцене, и мы сейчас с вами живем в межледниковье, в более теплое время кайнозоя. Вот, и когда поменялся климат, поменялись, исчезли те богатые сухие тундростепи, которые были богаты травой, которым опиталась вся вот эта мамонтовая фауна, и, то есть, это все заросло лесами, заросло, покрылось болотами, и мамонтам просто стало негде жить. И жизнедеятельность человека не такую большую роль оказала, хотя у нас есть находки человеческих жилищ, сложных из целых там бивней мамонта, из целых там каких-то костей мамонта, но при изучении этих костей мы видим то, что на них нет следов обработки орудиями, то есть с этих мамонтов ничего не соскребалось живьем, поэтому, то есть это люди, вот как на кладбище слонов, видимо, они собирали вот этот костный материал, и просто использовали его в своих хозяйственных целях. Так что, конечно, человек играет большую роль, особенно сейчас, но тогда у нас была не та численность, чтобы прямо вот активно загонные охоты мамонтов изничтожить. Все-таки большую роль сыграл климат, потому что исчезли не только мамонты, исчезли сортистые носороги, исчезли пещерные львы, которые обитали на территории, ну, там даже Европы, современной пещерной гиены, но в Голоцейне, значит, после вот этого вымирания, мир очень похож уже на современный, вот, и уже существуют люди современного типа, уже с орудиями, с культурой, ну, а дальше, что было, мы с вами уже примерно знаем. Вот так вот выглядели Homo sapiens, причем, видите, здесь интересно, то, что одежда покрыта множественными элементами украшений, мы видим уже сложную культуру, которая запустила у нас с вами не только биологическую эволюцию, но, точнее, которая и культурную эволюцию запустила бурную. И напоследок хочу порекомендовать некоторые книжки для тех, кто интересуется историей развития жизни на Земле. Вот эта книжка, здесь вот тройка книг Андрея Юрьевича Журавлева, посвященная разным группам позвоночным, плюс в похождении видов очень много про эволюцию без позвоночных, которые можно использовать прямо как учебник. И книгу «Сотворение Земли», там про то, как жизнь повлияла на геологию планеты, и как это все связано. Потом очень хорошая книга Антона Нелихова, изобретатель пареозавров, это вот про вот этих пермских ящеров. И переводные книги про трилобитов, которые, трилобиты — это руководящие ископаемые, которые в Палеозое были очень распространены. Значит, и «Затерянный мир Дарвина» здесь у нас про то, что было до Кембрийского взрыва, и про вот этих удивительных, интересных вендобионтов. По нединозаврам также могу посоветовать книгу «Когда Волга была морем» и «Древние чудовища России». И плюс еще переводная книга, целая книга про птерозавров. Здесь мы с вами не стали затрагивать эту тему, но это тоже интересная группа, потому что они шли своим эволюционным путем, и ни их полет, ни их мозг не похож на птичьи. Удивительно. И последнее, для тех, кто любит динозавров, вот в книге Журавлева «Парнокопытные киты» и так далее есть тоже целая интересная глава про четырехкрылых динозавров. Недавно вышла книга потрясающая Антона Ненелихова, которая называется «Динозавры России». Там про находки, сделанные на территории России, как ясно из названия. Ну, например, там есть очень интересно про московскую Завроподу. Советую. Также книга Дерна Нэша и Пола Баррета «Динозавры. 150 миллионов лет господства на Земле». Она там по последним данным про методики рассказывает, про реконструкции. Вот «Время динозавров» тоже, что даже. И «Определитель по динозаврам» недавно вышел. И отдельно суперзвезде палеонтологии «Хроники тираннозавра». И напоследок также могу порекомендовать некоторые документальные фильмы, такую классику, не стареющую, как «Прогулки с динозаврами». Хотя моментами, конечно, там что-то уже не актуально, но она все равно очень полезна будет, этот документальный фильм. И вышла в прошлом году и в этом году второй сезон «Доисторическая планета». Там тоже, значит, в научных консультантах были ведущие палеонтологи. И там очень интересно посмотреть как раз-таки на пернатых динозавров и на многое другое. Ну и, конечно, «Парк Юрского периода». Это для тех, кто не смотрел. Это тоже нестареющая классика, с которой начинался путь в палеонтологию у многих ученых. Благодарю за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова